Это наша внутренняя проблема, мы должны решать. А насчет того, чтобы открыть дверь и пригласить сюда азербайджанцев, я не хочу, чтобы в моей стране снова жил турок. Я хочу, чтобы мой ребенок был сильным духом, если даже весь мир будет называть нас оккупантами. Я принимаю, я оккупант, я захватила территорию и несу ответственность. Зачем я это сделала? А что касается этой территории Лачина, это земля наших дедов. Мы не захватили. Мы освободили, и сейчас на земле наших дедов живут армяне. Из Еревана, из Карабаха, из Нахичевани, из Арташата, из Сумгаита. Пришли армяне и построили себе дома. Видели здесь, что было? Руины. Армяне, создающие народ, построили. Плохо жили? Теперь хорошо живем. И через 2-3 года еще лучше будем жить. Магазин есть, дорога есть, машинный парк есть. Государство вовремя зарплату платит. Покупаем, кушаем. Что тут такого? Пусть турки себе живут. Что им от нас нужно? Мы с ними жить не можем. Это не народ. Это племя. Племя было это. Племя. Надо все это племя перерезать, уничтожить. И одного в пробирке со спиртом держать. Да ладно тебе, дядя, подожди. Одного надо в спирт положить и будущим поколениям показывать, что в мире было такое кочевое племя. А то, что нас сохраняет, нас армян сохраняет, это наш язык, наша культура и наша вера. Это нас держит. Все. Личность, христианскую веру имеющая, с исламом не может вернуться. Та же история повторится через несколько лет. Если вопрос будет положительно решен, наша дружба обязательно будет продолжена. Не нужно. Не нужно. Я говорю то, что думаю, то, что видел. Я то, что видел, говорю. Когда мне я в аварию попал, и турок машину у себя во дворе спрятал, чтобы ГАИ не поймало. Это было. Разве не дружба это? Что это, партия приказала? Это конкретно не дружба. А что это, что? Это просто оказание помощи пострадавшим. А что враг врагу помогает? Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.